Приветствую всех, дорогие церкви. Меня зовут Сергей. Женя. Я сам из Донецка, Украины. В 1999 году я сидел в тюрьме. Я имел там определенный авторитет. Имел там авторитет в подступном мире. Ну, в моем сердце всегда был поиск Бога. Там начали приезжать люди верующие. Ну, в церковь мы не ходили. Ну, мы не ходили там, но не ходили там, до Кощества. Потому что те понятия, которые мне были, я согласен. Они не позволяли мне ходить. Не позволяли мне приходить там. Потому что я считал, что это для слабых. Потому что я считаю, что это для слабых людей. В Астану, да. Тих, кто проиграет в карте или еще туда. У него очень большая проблема. Ну, я читал Новый Завет. У одного я забрал Новый Завет. Но я читал Новый Завет. Я читал Новый Завет. И однажды в прекрасное утро, по округе своему, я читал Новый Завет. Там Росус говорил, что «покажите». И там было написано «покажите». Я кричал «кажите», «кажите». А я кричал «кажите», «кажите». Но на самом деле понимал, что в сердце чего-то не хватает. Но это недостаточно говорить, что это должно быть. И однажды мне Бог читал с утра из писания. Бог говорит мне «встань и глянь в окно». Я повернулся, а там было окно. Ну, вообще заброшено было, но мы за деньги делали окна, чтобы смотреть на свободу. И ранее, ранее весна. Вот такая травка, зеленая, зеленая, только рассчитала. Солнечный день. И я смотрю в окно. 30 метров. Свобода. Входят девочки в коротких юбках. Входят девочки в коротких сухенках. С сердца моего вас выпитала. Моя сердце, аж так все, не знаю, как это сказать. Ну, так все... Задужало. 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 Моя душа так себя напиела. Вроде бы я там. А в ту же война она далеко. А какой бы я не был там крутой. Какой бы я не был там такой ровный, силный, званный гость. сколько у меня было денег я не могу быть я начал кричать я услышал голос за себя я вернулся я вернулся барак кто-то сидит в костюме хорошо одетый и играет в нарты кто-то в карты в какой-то момент они как исчезли но я увидел как мучаются их души очень сильно мучается моя душа еще сильнее жалость я упал на колено начал кричать боже помилуй меня изменю мою жизнь изменю мою жизнь и я услышал другой голос и услышали другий голос а че ты рожешь у тебя все есть есть деньги есть наркотик в тюрьме у меня на 96-й год у нас как раз тогда появились только грибна в 96-м году в Украине появилась грибна еще на свободе ее никто много кто не видел а у меня уже в тюрьме была большая сумма а я уже в тюрьме была большая сумма и я сел тогда все хорошо есть наркотик есть водка и грибна есть наркотик и метод у нас на в три огня и ушел в другую голос и услышали в душе и это был Бог, Дух Святой и это был Дух Святой а ведь вспомни свою никакую мечту у меня была мечта с детства открыть детский дом Приют, я не знаю, ну что-то такое, чтобы заниматься сиротами. Просто когда мне было 10 лет, мои родители разошлись. И я стал сиротой при жилых родителях. И поэтому у меня эта мечта была. И я сел, у меня душа опять начала шуматься. У меня была первая любовь. Которую ты потерял. Моя душа тоже начала шуматься. И слышал голос. Ты хотел познать этот преступный мир. Ты его познаешь. Он тебе противился. И он тебе противился. Он тебе противился. там лицемиры. Т.е… он извозил тебя. Т cara… Он чуть чуть узнал, он прочел. Он принял тебя. И начал кричать «Боже!» Помилуй! Мне остался год. Потом я выйду, я приду к тебе. Хотя я не знаю, куда я приду, какой. Какая церковь. И тут опять мне Бог говорит. Это твой выбор. Смотри, если ты будешь продолжать такой же образ жизни, как сейчас, то будешь находиться среди этих людей, которые тебя противили. То будешь пребывал в среду этих людей, которые... Ненавидишь уже. Это твой выбор. Выбирай. Но когда умрешь, ты будешь мучиться. Твоя душа будет мучиться в 100 тысяч раз сильнее. Но когда умрешь, то твоя душа будет мучиться гораздо больше, чем сейчас. Так что выбирай прямо сейчас? Это твой выбор. Я не заставляю. Я тебя до ничего не змушаю. И я начал кричать «Боже!» я приду к тебе. И я снова начал кричать «Боже!» я до тебя приду. Ну опять же. Пришло успокоение себя. Пришло успокоение. Все начало меня. Соборок меня. Я здесь там... Не понимал, почему происходит. Потому что я должен был идти в первой пятерке накрытию. То есть добавлять срок в более сложную ситуацию. Условия должны были отвозить. Я был так, как имел... И Бог чудом закрыл глаза. И Бог чудом закрыл глаза. Зачал замикать очи ручным людям. Ко мне решеники и оперативники подходят и говорят, ты должен ехать. Подходили мне там чуть-чуть службу в язерной. И говорили, что служба в язерной. А можно сюда приезжать? Ты поедешь в этой бедерке на пляже. На пятерке. Поедешь на пятерку. Потом начали подходить и говорят, мы не знаем почему. И это я сейчас понимаю, что слава Богу, а тогда я еще не понимал, как я заключил завет какой-то своего рода. И Бог начал делать в моем жизни. Я уже начал искать церковь. Хотя на тот момент как таковой не было, я не понимал, как вообще долго было. Потому что я обоих знал только, что Он есть. Я его очень любил, потому что его любила моя бабушка. И она любила меня. И мою бабушку за то, что она верила в Бога. Мой отец, то есть ее родной сын, отправил психиатрическую больницу. Она там долго, долго прожила и умерла. И она там много, много времени споджила и там умерла. Но вот эта вера в Бога, она осталась в моем сердце. И слава Богу, что я прошу. И слава Богу, что я прошу. Это свидетельство еще более подруга раз. И слава Богу, что я пришел до него. И прийти такой момент, что оповем вам это свидетельство более широкое. И слава Богу! Аминь, я буду с python! У друга, которые я взятен в язамену. Сиедини в язамену, кто-то и… И кто-то чувствует в Technically контакты между ее собственностью и кое-каком. През которые есть на Бога, есть в связи, или есть в связи, или нет. Чтобы кто-то из вас еще не народил с Божьего Духа. Не отдавил жизни Езусу, кто хочет, чтобы вы это сделали сегодня. Потому что нужно выехать из связи. Еще раз. Еще маленькое святое. Ходь, 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 ходь. Я, в принципе, много разных святостей. Я, когда приехал сюда, в Польшу, у меня был гипотет С. 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 И я как-то там обследовался, что тут мне постоянно говорили. Ну, там я была гипотетом, тут я была гипотетом. У меня была гипотетом. Ну, я как-то так к нему относился. Все равно есть, как есть. Но я только как-то так обојтно относился. Ну, есть, как есть. Было много других. У меня был гипотетом, но я не обращал внимания. Ну, постоянно был под наблюдением врачи и сдавал анализы. И буквально недавно я пришел к врачу и ждал два месяца ответа. И ждал два месяца ответа. Ну, мне брали постоянно последнее время, брали анализы. И ничего не говорили, но потом мы обменились постоянно. И ничего мне не говорили, только мне какие-то такие инне очи. И буквально неделю назад я пришел. И досуг неделю назад я пришел. И говорит мне лекарь. И говорит мне лекарь. Вылечил себя. Влечил себя, да? Я сначала хотела забыли, я хотела ему сказать, что. В первой минуте вышли мне очи на пешк и хотел сказать, ну, как? Ну, сдержался, чтобы никакого плохого слова не спрашивать. И опанула им, чтобы не сказать никакого злого слова. Сказал, я лекарства не понимал, я только молился. Я не принимал, я не брала жадных лекарств, просто молиулся. И Бог усилил. И Бог уздоровил меня. Ну, нет, вылечил. А он говорит мне, не, 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 он просто вылечил. Я лекарства не понимал. А я говорю, не, я не принимала żadных лекарств. Я только молился. Я только молился и все. Пожалуйста. Спасибо. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ